В эфире выпуск новостей. В студии Наталья Астафеева. Здравствуйте. Два пожара произошли в Одессе с вечера четверга. Один в квартире жилого дома на Черемушках, второй в продуктовом магазине на французском бульваре. Оба чрезвычайных происшествия обошлись без жертв. Владельца квартиры на первом этаже пятиэтажного дома на генерала Петрова, где произошло сильное задымление, спасатели оперативно вынесли через окно на улицу. У 42-летнего мужчины отравление продуктами горения. Его госпитализировали. В жилище пострадавшего горели его вещи. Второй пожар произошел в торговой точке на французском бульваре. Спасатели прибыли к месту происшествия через шесть минут. Там горели деревянные стеллажи, внутренняя обшивка магазина и товары. Размер ущерба и причина возгорания устанавливаются. В четверг вечером на улице Балковской одесситы слышали звуки перестрелки. Как рассказали очевидцы в соцсетях между двумя группами вооруженных мужчин, произошел конфликт. Двое из них якобы были ранены, но обращений к медикам не поступало. Полиция также пока не прокомментировала данные сообщения. В Одессе в ходе встречи в рамках 30-го заседания консультативного совета ЕУБАМ международные эксперты обсудили проблему Приднестровья. Представители Республики Молдова прокомментировали принятые резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по выводу российских войск из Приднестровской территории. Своё мнение о ключевом геополитическом моменте выразил начальник управления ОБСЕ и Управления международной безопасности в рамках МИД и европейской интеграции соседнего государства. «Основная идея этой резолюции – это вывести российские войска с территории Республики Молдова. Это та цель, которую мы преследуем с начала соглашения с 1992 года. И то, что состоялось в Нью-Йорке, мы считаем это достижением. Это больше политическое решение, нежели исполнительное. Потому что мы прекрасно понимаем, Российская Федерация не обяжется выполнять данное решение. Но мы долгое время добивались того, чтобы это обсуждение вышло на высокий уровень». Специалист отметил, Республика Молдова хочет и готова решить десятилетнюю проблему путём сохранения мирных отношений со всеми сторонами. «Конечно, мы не хотим испортить взаимоотношения с Российской Федерацией, поскольку Россия остаётся важным стратегическим партнёром для Республики Молдова. Но при этом мы пытаемся достигнуть того, чтобы Россия считалась нашими интересами». Напомним, долго тлеющий конфликт между Молдовой и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой в 1992 году перерос в вооружённое противостояние при военном вмешательстве России. Отношения между сторонами конфликта остаются напряжёнными по сей день. Молдавская сторона представляет ПМР в виде так называемой «чёрной дыры» – зоны контрабанды и криминального режима. В Приднестровье же господствует мнение о невыгодности и убыточности объединения с Молдовой и надежда на присоединение к России. Молдавская сторона неоднократно высказывалась за вывод российских войск из региона. В августе прошлого года Молдова на Генеральной Ассамблее ООН подняла вопрос о выводе российского контингента из Приднестровья. Киев, в свою очередь, данную инициативу поддержал. Международные эксперты в рамках 30-го заседания Консультативного совета проанализировали и эффективность миссии ЕУБАМ в пунктах пропуска Украина-Молдова. Дипломаты и руководители профильных приграничных структур определили также и направление дальнейшего взаимодействия. За 12 лет работы миссии «Молдавско-украинские границы» стали партнёрами и работают по принципу разнопланового сотрудничества, обеспечивая повышение эффективности мер пограничного контроля, отмечают эксперты. «Миссия ЕУБАМ – необычайно важный инструмент в достижении значительных результатов на наших границах. С начала года, например, мы можем оценить работу, которая была выполнена в пункте пропуска Паланка. И до конца года Евросоюз профинансировал строительство этого совместно управляемого пункта пропуска. Работы завершатся по плану к концу года». Ещё один важный шаг к сближению государств-соседей, по мнению участников встречи – модернизированный поезд Одесса-Кишинёв. «Ещё один важный элемент сотрудничества стран – это запуск модернизированного дизельного поезда, который соединил Кишинёв и Одессу. Этот поезд теперь курсирует гораздо быстрее, что предоставило возможность гражданам Молдовы и Украины быстро и качественно путешествовать, особенно в летний период». На встрече отмечалась и необходимость участие госструктур в преобразовании границ. «Нам необходимо, чтобы государственные органы функционировали таким образом, чтобы работа выполнялась эффективно, а граждане доверяли органам власти. Мы будем продолжать сотрудничество в этом направлении, в частности, через миссию ЕУБАМ. Это касается применения европейских стандартов и достижения тех результатов, которые могут объединить граждан двух стран». Принцип совместного контроля позволяет уменьшить количество остановок и потерь времени при прохождении границы. Путём объединения процедур контроля Украины и Молдовы в одном общем пункте пропуска. «Предусмотрено дальнейшее развитие совместного контроля, при котором все службы работают ради того, чтобы процесс пересечения границы для законопослушных граждан и предпринимателей был быстрее. Все эти элементы прогресса уже имеют место». В свою очередь, одесситы поделились своими впечатлениями о прохождении контроля на приграничных пунктах. «По-разному бывает. Бывает у нас быстро, у них стоят, потому что у них все досконально, размеренно». «Вроде бы уже чуть-чуть как-то меньше задерживаются на границе. В аэропортах более, чуть-чуть. Немножко стало более легче». «Кто имеет европейские паспорта, они как-то стоят в очереди, у них маленькая очередь». «Все индивидуально, на кого попадешь? В Израиль я ездил весной, так там очень даже наших мучают на границах». «Ну, если брать Беларусь, там более ответственность подходит к этому, как бы более цивилизованно в этом плане, но Украину проходить комфортно». При этом граждане отметили, чего не хватает украинским приграничным службам. «У нас не хватает везде культуры. Это касается служб в ограниченных в том числе». «Наверное, обустройство. В европейских странах более оборудование, более совершенствование, более новое. И там меньше как-то блокиды. Они быстрее это делают, в отличие от нас уже». Уже год украинцы пользуются безвизовым режимом. За это время порядка 5 миллионов граждан Украины, получившие биометрические паспорта, успели воспользоваться упрощенным визовым режимом в целях туризма, бизнеса и обучения в 30 странах Европы, отметили на встрече эксперты. «Лето вот-вот подойдет к своему экватору и сезон отпусков ускорит обороты. Многие одесситы уже определили планы на лето, будь то путешествие или консервация на зиму». По данным соцопросов, украинцы со средним уровнем доходов стали чаще и смелее планировать выезд за пределы страны. Есть такие среди наших собеседников. «Пока мы в процессе думаем, куда поехать, но пока еще не решили. Возможно, поедем в Израиль». «Я обязательно съезжу на западную Украину, а может за границу, когда сделают загранпаспорт. Я очень хочу в Грузию. Я надеюсь, что я туда поеду в ближайшее время». А кому-то летом хватает Черноморского побережья, что называется в шаговой доступности. «Лето проводить, купаться, кататься, отдыхать, работать». «Вот провожу отпуск с ребенком. Оптимальный вариант – поехать на Карлина-Бугас, покупаться в чистом море. За границей, по большому счету, она нам не светит. Хотя есть выходы, есть куда поехать, но им надо иметь за что ехать». «Полопуска я уже отгулял весной, вторая половина – осенью. Так что летом будем работать». Одессу и Львов свяжут автобаном. Такой план сейчас активно обсуждают в министерствах инфраструктуры Украины и Польши. В отечественном ведомстве уже приступили к подготовке документации. Строительство трассы должно начаться в следующем году. Магистраль между Одессой и Львовом станет частью масштабного проекта по созданию коридора между Одесским портом и портом Большого Гданска на берегу Балтийского моря, рассказал министр инфраструктуры Польши Анжей Адамчик. Магистралью также свяжут у Львов и границу с Польшей в районе пункта пропуска Корчева-Кроковец. Первый ее участок протяженностью 80 километров начнут строить уже в следующем году. Бороздить моря и океаны, сотрудничать с иностранными коллегами и просто получать удовольствие от возможности путешествий посредством выбранной профессии. Более тысячи молодых моряков, вчерашних курсантов Национального университета Одесская морская академия в торжественной обстановке получили дипломы бакалавров. В этом году только в Одессе дипломы получили более 600 курсантов Национального университета Одесская морская академия. Но филиалы вуза, которые пользуются не меньшим спросом, среди юношей и девушек есть и в других городах региона и страны. Это все наши специальности – судоводители, судомеханики, электромеханики, факультет автоматики, радиоэлектроники, морское право, менеджмент. Но кроме того, сегодня еще выпуск происходит в городе Мариуполе, Азовском морском институте, в Измаиле. Это Дунайский институт. Всего мы выпустили 1255 бакалавров вместе с заочной формой обучения. У каждого курсанта своя история поступления в морской вуз. Кто-то исполнил мечту детства, а кто-то продолжил семейную династию. Я выбрал судовождение. А почему решил поступить? Во-первых, у меня отец, ну то есть отец начал этим заниматься, потом брат, еще дедушка занимался. То есть это уже семейная традиция, поэтому в принципе у меня так и выбора особо не было. Поэтому я поступил вот в вышку. Я поступил на специальность судовождения, потому что море – это очень интересная стихия, и путешествия, которые она сулит, очень привлекали меня всю жизнь. Специальность судовой механик поступил сюда в 2014 году, после 11 класса. Мечта с детства, как бы решил просто исполнить свою мечту, и у меня это получилось. Ходил в рейс, как бы после 9 класса поступал в Севастополь, но там и по определенным причинам не поступил, и решил поступить в вышку. В целом выбором своим доволен. За 4 года обучения ребята испытали как трудности, так и все радости студенческой жизни. Было очень сложно. Если честно, первые курсы особо учиться не хотелось, но потом, когда я понял, насколько это хорошо, когда первый раз пошел в рейс, мне захотелось учиться еще больше. Ну, на первом курсе было очень тяжело, были, конечно, залеты свои, но там по мере уже продвижения к 4 курсу уже как бы ты знал, как сдавать, учился. Главное, пары посещать. Потому что я первый, честно, год поступил такой, думал, все, уже вышки, можно не ходить на пары. В итоге из-за этого и попал. Поэтому сейчас вот 4 курс вообще идеальное посещение. Этого для преподавателей своих они знают. На первом курсе было сложнее всего. Ты не знал, что, куда, бегал. На четвертом курсе уже как рыба в воде. То есть знали преподаватели, знали, что люди есть, которые могут тебе помочь с определенными вопросами. Пришел после рейса, там то, что, допустим, надо догнать. Друзья твои подсказали, преподаватели помогли. То есть идут люди навстречу, как бы мир не без хороших людей. Молодой моряк рассказал о своих эмоциях в первом рейсе. Когда я вот приехал, увидел судно свое, у меня просто челюсть вниз отвалилась, потому что оно было очень огромное. Это был автомобилевоз. И, ну, честно, когда вступил на борт, первый раз отошли от причала. Я, ну, не верил. Когда увидел трехэтажный двигатель, когда эта машина завелась, честно, мурашки аж по коже были. В стенах морской академии ежегодно выпускаются высококвалифицированные моряки, которые пользуются спросом на мировом рынке труда. Мы сейчас увеличили лицензию. Это дает возможность нам принять всех, кто успешно сдав вступительные экзамены для обучения на уровне магистра. Но, конечно же, многие из ребят уже имеют соответствующие дипломы, подавляющее большинство, имеют возможность начать свою уже службу на судах морского флота с очень приличной заработной платой. Поэтому это зависит от них, что они предпочтут. Я, конечно, рекомендую завершить обучение, получить полностью полное уже высшее образование. Выпускники бакалавры рекомендацию усвоили и уже осенью с уверенностью вернутся в родные стены. Да, конечно, в августе будет поступление на магистратуру. Сдадим экзамены по среднему баллу зачетки, тоже как бы все учитывается. Надеемся, что все с друзьями увидимся. Я очень хочу поступить на магистра, закончить его и быть в дальнейшем хорошим капитаном. Хочу уже первый раз сходить в должности, взять частично на себя какую-то ответственность и тогда уже посмотреть и решить для себя, хочу ли я продолжать. Но я понимаю, что дело буду продолжать, потому что это семейное. Поэтому и в надежде, что у меня когда-то ребенок тоже поступит в академию, будет идти по моим стопам. А сегодня не сдерживают волнения и радости родители свежеиспеченных бакалавров. У меня отец когда-то закончил вышку, это был первый выпуск по вышке, а теперь вот его внук, то есть мой сын, пока закончил четвертый курс, будем дальше поступать на магистратуру. Семь футов под килем, это естественно, и чтобы у них всегда были хорошие рейсы, легкие, чтобы всегда было небо голубое. Ну а кто-то браздит водные широты, не прибегая к помощи плавсредств. Любители активного отдыха собрались в пятницу на лонжероне вовсе не для красивого загара, а с целью участия в состязаниях. Соревнования «Черноморская жемчужина» по плаванию на открытой воде проходят в нашем городе уже в десятый раз. В этом году они собрали более ста любителей этого вида спорта разного возраста. Подробности с места событий в нашем репортаже. Более сотни человек, не мыслящих в своей жизни без плавания, из Украины, Беларуси, Молдовы и других стран ближнего зарубежья, собрались на лонжероне для демонстрации своих умений. Далеко не все из участников – профессиональные спортсмены, но практически все увлекаются этим видом спорта с детства. Эти соревнования – это соревнования мастерс. Это люди, которые умели плавать и занимались плаванием в детстве, в юношестве. Но это не профессиональные плавцы в смысле спорта высших достижений. Безусловно, здесь есть и любители, которые научились плавать позднее, чем в 10-12 лет. Есть те, кто просто любит плавать и приходит к нам. Мы их тоже всегда готовы и рады видеть. Участники могли себя проявить в заплыве на две дистанции – 4,2 километра. Старт был дан с волнореза, и под преободряющие возгласы пляжников пловцы приступили к соревнованиям в свободном стиле. Возраст участников от 12 до 70 лет. Одесситке Тамаре Валентиновне Карпучок – 68. Женщина рассказывает, плавание для нее не только спорт, но и секрет здоровья. – Занимайтесь, фигура будет хорошая, настроение и так далее. Все будет хорошее. Но надо заниматься собой, надо заниматься, иначе. – Тоска. Я люблю, особенно море. В бассейне оно как-то скучновато, но там акваэробика, пожалуйста. Там веселее, чем просто плавать туда-сюда. А море замечательно. Многие из участников на Черноморской жемчужине впервые. – Это мое первое участие. Я в юности занимался водным полом, был мастером спорта по водному полу. А сейчас первое участие по плаванию, мои первые соревнования. Поэтому надеюсь поучаствовать, показать хороший результат как для себя, так и для своей жены. Поэтому настроение отличное, радостное. Поэтому, как говорится, добрый путь. Есть легкое волнение, но думаю, что здесь нужно преодолеть эту дистанцию. Тут победителями будут все. У меня есть мечта, она, думаю, существится. Это как бы первая ступень к моей мечте – Босфор. Поэтому открытая вода, теперь Черноморская жемчужина. В будущем, может, будет это в сентябре Ocean Man, и потом тогда уже Босфор. Плавание на открытой воде, тем более в Одесском море, особый шик, уверены участники соревнований. Это стихия, которую я люблю, вода. И прекрасное настроение, потому что после плавания всегда потрясающее настроение. Особенно у нас в Одессе, когда теплая вода, 22 градуса. Поэтому для меня плавание – это все. Починал все с басейну, еще в детстве, а потом был период затримки, но я зрозумел, что без басейну, как бы, життя не таки яскраве. А потом уже перейшел на открытую воду, потому что это уже, как бы, поединено с природой. Это намного интереснее. Организаторы соревнований уверены, что такие состязания проводятся не только для поддержки самого вида спорта, но и для популяризации здорового образа жизни и спортивного долголетия среди населения Украины. Ночная непогода повредила старую акацию. В одном из дворов жил массива Таирова. Сильный ветер и дождь подточили огромную ветку на вид вполне здорового дерева. К счастью, никто не пострадал. Ветка во дворе номер 74 по улице Королева зависла на в проводах, посему не заделая припаркованные под акацией автомобили. Однако, учитывая дневной ливень, жильцы признались, что опасаются обрыва линии электропередачи в любой момент. К ликвидации аресины предполагают одесситы. Коммунальные службы приступят не ранее понедельника. Первый летний месяц заберет из Одессы вместе с собой зной. Суббота будет с дождями, сильным ветром и грозами. А в воскресенье дневная температура упадет до 24 градусов. В субботу в городе и в области ночью без осадков. Днем кратковременный дождь с грозой. Ветер южный, во второй половине дня западный. 9-14 мм на секунду. Во время грозы порывы 15-20 мм на секунду. Температура ночью 18-20 градусов, днем 24-26 градусов. Температура морской воды 21-22 градуса. В ночь на воскресенье возможен дождь с грозой. Днем облачно, преимущественно без осадков. И в воскресенье, и в понедельник ночная температура упадет до 11-16 градусов. Днем она максимально достигнет 27 градусов. 29 человек утонули в Одесской области с начала этого года. Трое из них – дети, сообщили в госслужбе под чрезвычайным ситуацием. Несмотря на трагическую статистику, одесситы и гости города продолжают игнорировать элементарные правила безопасного поведения на воде, утверждают в ведомстве. В частности, не обращая внимания на штормовые предупреждения, отдыхающие на плавсредствах отправляются в море. Часто это просто надувные матрасы. Кроме того, немало случаев и купания в нетрезвом виде. В целом по стране в водоемах утонули полтысячи человек. В Горсаду состоялось открытие всеукраинского фестиваля «Зрыма песни Украины». А приуроченная к фестивалю ярмарка собралась со всей Украины мастеров народного творчества. Исторический сквер заполнили различные мастер-классы и выступления художественных коллективов. Такой фестиваль – второй. Однако организаторы отмечают, что ранние подобные мероприятия уже проводились, но в формате семинара. Этот фестиваль проводится в другом городе Одессы, именно в форме фестиваля. Но как семинар всеукраинский, он проводится уже в 16 лет. Реком назад мы решили выйти в люди, выйти на Дерибасевскую, в городский сад и показать работы мастеров с широким загалом одесситов. Представленные работы сделаны вручную, поэтому каждый экземпляр уникальный. Наталья, к примеру, занимается росписью различных предметов, начиная от деревянных игрушек, заканчивая ложками и тарелками. Традиционно тут изображено калина – символ Украины, зузуля, пивенца – символы часа, птахи, которые вещают кращие часы для нас усы. Тут очень много детских игрушек. Вот тут и свистчики такие, и магниты, и супилочки, ручка-свисток. То есть можно и подписать, что все изэкономить на голосе. Для росписи используют совершенно разные инструменты – от специальных кистей до аптечных пипеток. Ценятся также собственноручные кисточки с кошачьей шерстю. И какой же всеукраинский фестиваль без традиционных вышиванок. Для мастера из Ивано-Франковской области это дело семейное, где каждый, вне зависимости от пола, вручную создает вышиванку. Я занимаюсь очень давно, с детства практически, очень люблю вышиванку, не вижу себя без вышиванки. Дети у меня вышивают, хотя хлопцы, сын у меня вышивает, занимается суту-суту вышивкой, с целой семьей. И, конечно, традиционный украинский костюм можно дополнить винком из цветов. По словам мастера, такой аксессуар популярен вне моды. Такие веночки с ленточками больше берут для украинских костюмов, берут для вышиванок, знаете, ну, чуть-чуть подходят, а уже вот такие берут и на выпускные, по колеру берут, для платьев, и просто на веселье. И, ну, кто-таки побажает девчата гулять, им сплава, все они уделывают. А на создание одного венка может уйти от одного до нескольких дней, отмечает мастер. Здесь необходимо скрупулезно продумать цветовую гамму. Но, как правило, все зависит от вдохновения. Ивано-франковские мастера также приехали на фестиваль с семьей. Эти тарелки делал мой муж. Меночки я сама делаю. Это фантазия. А что пришло, приходит, был вот такой кольор, так подумала и так сделала. Деколи хочется кольоровые гаммы, деколи хочется однотонного. Помимо прочего, в рамках фестиваля предусмотрены различные мастер-классы. Мастер-классы будут демонстрироваться с вытинания, вырезания, вытинания. Потом петрикевский роспис, писанкарство, выбийка, печатный пряник, бисероплетение. Ну и вышивка, действительно вышивка. Фестиваль пришелся по душе одесситам. Ведь украинские песни, а также большое разнообразие традиционных изделий ручной работы невозможно обойти вниманием. Я считаю, что очень важно, когда проводят этнофестивали, этноконцерты, потому что это еще раз напоминает нам о наших корнях, о том, кто мы, о том, что мы украинцы, что у нас очень самобытная, уникальная культура, красивая, что очень красивая музыка, красивая песня, которая трогает за душу. И действительно она отличается от песен, которые мы привыкли слушать. Я думаю, это важно, интересно. Люди должны знать истоки свои, свои корни. И быть в теме, культуре своей. Это важно, для детей важно, это и для взрослых тоже. В этот же день на Греческой площади состоялся фестиваль творчества особенных детей и молодежи «Надежда есть». Также на площади состоялась и выставка творческих работ людей с инвалидностью. Анна подготовила несколько песенных номеров. Она поет уже много лет, хоть никогда и не занималась этим с профессиональным преподавателем. По словам девушки, главное – петь от чистого сердца. И зрители это почувствуют. Я сам нравится и пою, сама учика. Периодически приглашают, езжу по фестивалям во всем городах. Пою. Такие фестивали для меня, значит, только праздник. Для каждого из нас. Это праздник настоящий. Для меня, вот, мои выступления, я хочу показать людям как с инвалидностью, так и здоровым людям, что нужно идти в те двери, которые для вас открывают судьба, и заниматься тем, что нравится. Из капли света, рисую летом, пусть разлучится, пою одно, и все вопросы, нужны ответы, но знаю, будет все хорошо. Сама Анна из Запорожской области переехала в Одессу пять лет назад, чтобы заниматься любимым делом. В Одессу приехала работать, я мастер маникюра. Я сама родом из Запорожской области, но там нет возможности себя реализовать. Вот приехала в Одессу. Это мой любимый город, и как будто я здесь родилась. В фестивале приняли участие порядка 20 организаций для людей с инвалидностью из разных городов Украины. В завершении выпуска напомним, что показалось важным в этот день нашим корреспондентам. В Одессе международные эксперты обсуждали судьбу Приднестровья. Основная идея этой резолюции – это вывести российские войска с территории Республики Молдова. Это та цель, которую мы преследуем с начала соглашения с 1992 года. И то, что состоялось в Нью-Йорке, мы считаем это достижением. Это больше политическое решение, нежели исполнительное. Потому что мы прекрасно понимаем, Российская Федерация не обяжется выполнять данное решение. Но мы долгое время добивались того, чтобы это обсуждение вышло на высокий уровень. В выпуске также мнение международных аналитиков и простых одесситов о плюсах и минусах приграничного контроля. Вроде бы уже чуть-чуть как-то меньше задерживаются на границе. В аэропортах более уже чуть-чуть. Немножко стало более легче. Кто имеет европейские паспорта, они стоят в очереди, у них маленькая очередь. Дипломы бакалавров получили 600 молодых моряков. Состязания на открытой воде могли наблюдать пляжники на лонжероне. Эти соревнования – это соревнования мастерс. Это люди, которые умели плавать и занимались плаванием в детстве, в юношестве. Но это не профессиональные плавцы в смысле спорта высших достижений. Безусловно, здесь есть и любители, которые научились плавать позднее, чем в 10-12 лет. Есть те, кто просто любит плавать и приходит к нам. Мы их тоже всегда готовы и рады видеть. Обо всех этих и других важных событиях дня мы расскажем в наших следующих выпусках.